От несчастных случаев не застрахован никто, а получить производственную травму можно даже не будучи монтажником-высотником или металлургом. Специалисты утверждают, травматизм на производстве набирает обороты. Если соизмерить с прошлогодним, в этом году на 25% выше количества пострадавших. Это те, которые мы говорим, связаны с производством. А вот количество смертельных, оно примерно с прошлогоднего уровня. А зато очень много у нас несчастных случаев групповых, смертельных в этих групповых. Трудовое законодательство обязывает страховать работника от несчастных случаев. Но, как утверждают специалисты, выполняется это не всегда, а работники об этом порой даже не подозревают. Большинство этих пострадавших не знают свои права. То есть, например, мы сейчас судимся в Арысе, я знаю как минимум двух человек, которые на этом же предприятии получили увечья. Получили увечья, я работодатель взял и просто их выгнал. Хотя по действию закона, по трудовому кодексу, это не допускается. Отсутствие страхования наказывается административно. А при несчастном случае платить руководителю предприятия придется не только штраф за игнорирование трудового законодательства, но и оплачивать материальный ущерб, нанесенный здоровью работника. Вот, например, у нас там вот в Ченкенте, по-разному, сейчас в случае, погиб рабочий. Страховая выплата составила около 15 миллионов. Хорошо, что работодатель в свое время застраховался, и теперь эти 15 миллионов выплатит страховая компания. А вот если бы он не застраховался, а по закону несет ответственность работодателю. Со страховой компанией или без нее получить компенсацию работник сможет только в том случае, если с ним заключен индивидуальный трудовой договор. Работе прежде всего нужно предъявить работодателю, чтобы у него было трудовое отношение, чтобы работодатель с ним составил трудовой договор. Иначе очень трудно будет доказать трудовое отношение между ними. Соответственно, по итогам несчастного случая он может лишиться всех этих возмещений. Если договор у пострадавшего есть, ему понадобится только написать заявление в Государственную инспекцию труда. Там назначат проверку и примут соответствующие меры. Ирина Притула, Константин Исупов, Платон Леденев, информационная служба телекомпании ОТРАР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова